Хочешь первым получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все. Вуаля. Ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Хочу представить бюджетную модель Samsung X160. Выполненную в форм-факторе раскладушки. Данный телефон выпускался в четырех цветах. Это глубоко синий такой. Черный, жгучий черный. Вот как у меня. Серебряный полностью. И такой красно-бордовый. На крышках каждого телефона на лицевых были нанесены рисунки. Для каждого краса телефона был свой рисунок. Но мне почему-то достался вот с такой чистой черной вставкой. Не знаю, может для Европы делали одни. Для нас другие. Не знаю. Ко мне попал он в таком состоянии. Для того, чтобы как-то украсить телефон, вот эту часть всю завода делали. Такой жгучий черный и в лаковом покрытии. С одной стороны это хорошо, с другой плохо. Почему? На ней видны были вся грязь и жир от пальцев. Она сильно заляпывалась, что не есть хорошо. Телефон хорошо лежит как в хрупкой женской ручке, так и в большой мужской солидной руке. Открывается он довольно удобно. Открытие производилось одним пальцем. Так как по контуру, смотрите, вот такие вот есть глубокие щели. И удобно было очень открывать. С левой стороны у нас расположился, значит, под наушнички слот. И кнопка громкости смещена ближе к середине. Что когда при разговоре надо было сделать громче или тише, надо было просто опустить телефон и сделать тише. С одной стороны это неудобно, так как она расположена ниже к центру. А с другой стороны ее было легко найти, так как она хорошо выпирает по отношению к корпусу. Видите? И сложности найти ее, как говорится, нет. Вес данного телефончика 76 грамм. Это вместе с аккумулятором. Размер данного телефона 87 миллиметров. Ширина его 44 миллиметра. И при толщине 20 миллиметров. Для удобного ношения телефона, потому что носила я молодежь, на телефоне предусмотрена вот такая вот петличка, расположенная на верхней части телефона. И очень удобно. Смотрите, как они сделали в нижней части корпуса, сделали зарядный порт. Он же, по нему же передается данные на компьютер. И он закрывается аккуратно вот такой пластиковой заглушкой. Когда мы открываем телефон, перед нами предстает дисплейчик с размерами 128 на 160 точек. Это UFB дисплей. Цвета у него яркие. Несмотря на что, это самый дешевый дисплей. Он способен отобразить 65 тысяч цветов. И на качество картинки никто не жаловался. Раскладка клавиатуры Samsung довольно стандартна. Крупная четырехпозиционная клавиша с писанными на ней курсором и кнопочкой ОК, выходом в интернет. Все клавиши у нас нажимаются очень мягенько, что не составляет труда. И, как говорится, это один плюсик, который есть в данном телефоне. Клавиатура имеет свою подсветку. Полностью равномерная подсветка по всей поверхности. Не так, как сейчас в китайских телефонах светится один диод, и он освещает приближенно. Все остальное получается темными. Клавиши довольно крупные. Даже с моими большими пальцами можно не промазать. Задняя часть телефона. В ней спрятана батарейка на 800 мАч. И закрывается крышкой. Крышки у меня, кстати, нету, так как телефон пришел из Германии. Но крышка вот такая же черного цвета. В цвет отделки и верхней части телефона. Давайте теперь пробежимся по менюшке данного телефона. Первое. Это у нас инфоторазлаги. Это все примочки Киевстара. Видите, русский текст иногда поддерживает. В некоторых местах нет. Следующее. Это у нас сообщение. А, нет, звонки Calls. Это звонки. В нем сохранялась информация о 20 пропущенных, 20 входящих и 20 исходящих телефонах. Можно было управлять в этой папочке. Удалять, добавлять. Также у нас есть выход в интернет. Мы поддерживали клиент ВАП 1.2, GPRS 10 класса со скоростью 48 кбит в секунду. И также в телефоне есть встроенный модем. Также у нас собраны игры. Ява приложения данный телефон поддерживает. Ну вот как-то так. Это одна игра. Звук, папка пуста. Картинки пуста. Дальше. Это у нас смс-сообщение. В данном телефоне можно было отправлять и принимать смс-сообщение. Также телефон поддерживал ЕМС-сообщение. ММС-сообщение до 95 кбит. Также в телефончике встроенный Т9 словарик. Все это присутствует. Следующая папка. Звуки. Довольно громкий динамик. 30 предустановленных мелодий. Полифонические мелодии 16-тональные. Также есть виброзвонок. Установка мелодия на каждого абонента или на группу контактов. Также есть автодозвон, определитель номера. Здесь настраивалась вибрация, мелодия. Потом вибрация или просто мелодия. Здесь настраивалась клавиатура. Она или пикала. Или вот такие звуки. Короче, все настраивалось в этой папке. Мне эти телефончики очень нравятся. Они очень мелодичные. Также устанавливались на звонок, на сообщение. Все мелодии управляются здесь. А что у нас по органайзеру? У нас есть будильники на 7 дней. И на каждое время можно было расписать. Есть у нас календарь. Установка даты и времени. Есть калькулятор. Запись голоса. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Диктофон. Далее. И книга. Телефонная книга у данного телефона была на 1000 номеров. На каждый номер можно было занести по пять телефонов. И e-mail адрес каждого абонента. Можно было создать 10 групп. Присвоить каждому контакту картинку, мелодию. И также это все поставить на группу. Очень удобный телефончик. И последняя папка это настройки телефона. Здесь у нас настраивались обои. Их очень много в телефоне. Можно было поставить свою фотографию. Можно было настроить текст дисплея. Также можно было настроить цвет дисплея. Текст колор видите. Здесь у нас делалась подсветка дисплея. Здесь у нас производилась контрастность дисплея. Что у него всех телефонов делается. Также есть бэклайт. Это освещение экрана. А сколько оно будет гореть? Одну минуту. 30 секунд. Это сейчас настроил на 3 минуты. Чтобы он постоянно не газ. Чтобы можно было снять спокойное видео. Также графический логом. Можно было включить и отключить оператора. Остальную папку я не знаю. Так. Т9 словарик. Наш номер телефона. Настройка языка. Обслуживание карты. Пин-код. Вся фигня здесь. Экстра настройки. Автоответчик. Активация при открывании крышки. Не нажимание кнопки. Короче. Полный фарш. Прикольненький телефончик. Стоил в свое время. Он недорого. Был доступен практически каждому. Не знаю. Вся вот эта серия Samsung очень нравится. X160. 168 моделька. Они друг на друга практически все похожи. Только разные начинки. У меня, ребятки, всем кому понравилось, ставим пальчики вверх. Остаемся на моем канале. Что интересует, пишите на электронку. Кто захотел приобрести, можете писать электронный ящик внизу. Всем пока. До новых встреч. Ваш мистер Гудмобил. Пальчики вверх. Не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...